Спасибо, Боже, Душа наша. Шестая глава, с 10 стиха. Не угадали. Да? Что не угадали? Это второй том, да? Да, второй. У вас первый том? По первому. Ну, посчитаем здесь. Почему? Потому что, напомните, оно очень такое сегодняшнее чтение года. Озидательное. Озидательное, да. Вот. Братья, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Стих 10, 6 глава. Дом каждого есть как бы поиска. Поэтому, уже приведя в порядок все силы, выводят их на войну. Ибо, если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и в военном деле будет хорошее положение. А так как уже многое, что казалось расстроенным, он привел в порядок, то не страшитесь, говорит. Но держайте в силе Господа, ибо у Него не просто сила, но могущество силы. То есть, он имеет силу неизреченную и все превозмогающее. Какие есть у кого комментарии к этому? Нет? Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Силы Его, то есть, Господа силы. 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Вот себе послушайте, какое должно быть оружие, чтобы дьявола победить? Слушайте внимательно, что говорит апостол. Какое? Облекитесь во всеоружие Божие. В чем состоит всеоружие, это покажет несколько после. Но заметь, почему он не сказал битвы или войны, но козни. Козни есть обольчение и уловление посредством хитрости. Потому что дьявол прямо не идет, а всегда хитростью. Возьмите, говорит, с дерева почему не едите? Бог сказал, что вы вкусите и умрете. Да нет, не умрете. Вы будете как боги. Вкусите. Вкусили. И что сделали? Сделалось ничего. Все. Встали уже до этого они с Богом, Адам, Ева с Богом разговаривали. Лисом к лесу сходили в саду, разговаривали. А здесь Бог идет, а Адам уже спрятался. Адам, где ты? Все. Неужели Бог не знал, где Адам? Где-то за кустом, под кустом спрятался и сидел. Где ты? Я не могу показать тебя, потому что я голый. А вчера? Вчера не было голого. А кто его раздел? Дьявол. Дьявол. Обольститель этот, хитростью его раздел. До этого он не видел. Не знал, что он голый даже. Потому что не было греха, ни послушания Богу не было. Облекитесь во все оружие Божие. Нам можно просто встать против козни дьявольских. Козни это только обольщение. А если бы он прямо шел, то если прямо ты знаешь, ага, дьявол говорит, я сейчас буду для тебя, то легко могло бы быть и отразить нападение. А он потихонечку, хитростью дает. Ты сделай, ты. Ничего страшного. Возьми из шкафа тайно что-нибудь, конфетки, съешь все как-то. Никто не узнает. Мама что, она считает что ли? Она не подсчитает. Она не узнает. Покушай. И каждый другой что-нибудь сделает такое, что нехорошее. Да никто не узнает. Да все делают. Посмотри, что делают. Все делают. Тебе хорошо будет. Товарищи делают. А ты что же выделяться среди товарищей будешь? Все так делают. И сегодня в мире так и есть. Он опять говорит, что все так делают. А что особенного? Убивают детей, допустим. Ну, это обыкновенно, а что я буду плодить? Говорит там, нищету плодить. Это все так делают? Не я первый, не я последний. Это он так внушает человека. А если было бы, скажут, что да, это убийство. Нет. Блуд. А сегодня блуд называют гражданским браком. Раньше гражданский брак назывался, если не венчанный в церкви, а зарегистрированный, то это считался гражданский брак. А это нет. Сейчас, если живут просто так. Сошлись и живут. Блудят. Это гражданский брак. Гражданская жена, гражданский муж. Вот и все. И говорят, молодые, что парень, девушка, что согрешили. Это не блуд. Это просто связи. Связи были просто. Сексуальные связи. Разве что? Ну. Воры, которые сидят в тюрьме, они никогда не говорят, что я пошел своровал. Нет. А что? Взял. Взял. Ну, мы пошли, взяли в магазин. Не ограбили? Говорят, а что? Взяли. Видишь? Не то, что отнимаем чужое. Нет, не чужое. А как? Граб награбленное. Нет. Там экспроприация. 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 Он предполагает к этому иным способом, коварствуя, то есть, правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и из воротов ободряет их и побуждает к осторожности. То есть, смотрите, берегитесь против козней дьявольских. Нужно иметь все оружие Божие, чтобы противостоять против всех этих козней дьявольских. И вот какое оружие нам? Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей. Мы века всего против духов злобы поднебесных. Столкование. И это не для возбуждения страха, говорит, но для того, чтобы сделать внимательными. Ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожными. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом и не с людьми подобными и равносильными нам. Как Бог начало и власти имеет, так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки против мироправителей. Не в смысле обладателей мира или твари, потому что Писание миром обыкновенно называет лукавое деяние и тех, кто совершает оно, как и выражение, вы не от мира. Евангелие от Иоанна 15 глава. Тьмой называет непотребство, которое является и существует всем веки. Но далее его не простирается. Против духов злобы. Так называет демонов. А так как и ангелы суть духи, то он и прибавил злобы против духов злобы. Потому что те духи добра и света. Говоря же, что мы воюем не с плотью и кровью, он через противопоставление дает знать, что воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми поднебесных. Это опять побуждает к бодрости слушателя. Опасность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о небесном. Предлог употреблен вместо за и ради. Как бы говорит, ради небесного воюем. И потому нужны быть бдительным. То есть должны, скажем так, идет война, показывают, все видели кино, идет война. И вначале говорят, а кто там руководит этой армией? Какой маршал или полководец? А это такой, уже знает, ага, у него тактика такая, он любит, значит, так, уже знает, как он воюет, ага. Как он располагает войска? Что вперед пускает? В какое время даже начинать? Какое у него оружие? Стараются там разведчиков послать, узнать, какое оружие у него там. То есть, как его перехитрить того? Как пришлось, она зачитала, я говорю, долго охотились немцы за Жуковым. И появляется, где Жуков появляется? Ну, здесь, говорит, нужно что-то ждать, значит, будет какое-то внезапное там наступление или что-то. То есть, по полководцу судили. И если бывало так, даже считающие исторические данные, если знали, что такой-то полководец, который непобедимый, то заранее уже сразу не вступать, отойти лучше, говорит, потому что битва будет бесполезна. Он все равно, говорит, разобьет нас. Так и здесь, говорит, мы должны, что наша брань не против плоти и крови, а против духов поднебесных. Поэтому встать просто силой, какой бы ты ни был сильный, допустим, поднимай хоть там 200 килограмм, выжимай силашь. Ты его не победишь. Не в этом должна быть сила твоя, а совсем в другом. И вот далее сейчас мы увидим, какое должно быть оружие против того, чтобы победить дьявола. Иначе просто так мы не победим его, с топором там или с дровоколом каким-то. Это не тот враг, который может этим победить. Для сего, далее, 15-13 стих. Для сего, примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злы и все преодолев устоять. Всеоружие Божие. То есть, в настоящем веке, потому что его называют злым днем от злых дел, совершающихся в нем, ободряет также и указанием на то, что время борьбы кратко. Ибо, называя днем, указывает на его краткость. Всякие страсти и постыдные пожелания преодолев, то есть победив и умертвив. А так как многие и после победы пали, то, говорит, устоять. То есть, это не означает, что победа. Победил и все. Но нужно, чтобы... Кто-то видели когда-нибудь фильм Чингисхан, говорит, когда он захватывал, Захватывал территории большие. Проходил победоносно там. Покорял все народы. Дошел почти до Москвы. Чуть и не дошел. И что? Ну, я, говорит, могу побеждать. Но как, говорит, управлять теперь этим народом, я не знаю. И он, когда захватывал какие-то народы, то среди народа сразу выискивал людей мудрых. Даже монахов там брал, каких-то мудрецов там, профессоров. Сразу к себе. Чтобы от них учиться. Как управлять этим народом. Чтобы знать, потому что он знал их, как монголами хорошо управлять. Ну, а другие народы, совсем другой, говорит, менталитет у них. Другая культура и прочее. Как ими управлять, чтобы они подчинялись ему. И вот этим он многое преуспевал в этом. То есть не только силы, а именно этим. Однажды было такое, говорит, что он там захватил, ну и его советники там советуют, что нужно уничтожить. У тебя люди такие, знаете, они там непокоривые, их надо всех под корень убрать. А он среди них нашел мудреца и говорит, что мне делать с этим народом. Он говорит, великий, можно, говорит, ты за день денег всех истребишь. Но тебе нужна, говорит, не пустая земля. Ну, конечно, нет. Тебе нужно, чтобы что-то получать, конечно. Поэтому не надо уничтожать их. А нужно им что? Что они требуют? Там то-то, то-то, дать уступки, пускай это, их не оставить. И когда он захватывал, по России шел, то захватывали, допустим, проходил землю, давал такие льготы церквам, монастырям. Льготы давал, от налогов освобождал их. Чтобы люди веровали, пускай верят, так. Но в свое время Исаак платили, то есть, налог платили ему, вносили, и все. И он освобождал даже от налога церкви. Это сегодня история православная, государственная история. Государство об этом свидетельствует. Да, так было. Примешали к нему там на эти, ну, митрополиты. Договаривались как-то, значит, об этом. И все было так. Ему нужно было, чтобы народ жил мирно и подчинялся ему, чтобы получать выгоду от этого. И вот дальше пишет. И после победы нужны твердо, чтобы побежденный опять не восстал войной. Ибо если мы предадимся беспечности, умершленный враг не пристанет, снова живет. Заметь, что возможно преодолеть и стоять твердо. И мы не должны потом молодушествовать под предлогом, что враги могущественны. Ибо нам дана такая сила, и мы научены такому искусству, что с демонами можем бороться и даже больше. Не только бороться, а быть настолько страшными для демонов, по силе обитавшего в нас, чтобы не нуждаться в борьбе, а просто попирать змей и скорпионов. Сие же, говорит Павел, потому что многочисленны были у них противники, научаясь, что припосредственно сих воюют с нами демоны. Посему не на людей гневайся, а вооружайся против демонов. То есть кто-то там люди восстают, а не сами по себе люди. Ты усматриваешь дальше, что людей-то кто на это подвигает? Не просто там сам по себе человек, это дьявол на это подвигает. Мы-то часто не видим, у духовного зрения нет такого, что могли бы мы видеть. Читаем, когда в житии святых, они обидели в этом просто. Что это именно по научению дьявола человек это делает. А мы думаем, о, надо же, как, за что, это он на меня так... Не за что это делает. За что? За что всегда есть. Это первый вопрос, это всегда задавали, пишет Заложениц, когда попадали, арестовывали человека. Приходили ночи, арестовали и все. И первый вопрос, как это кролика, кроличий вопрос. А за что меня? Там соседа арестовали, вроде бы есть за что. А меня за что? Стих 14. Итак, станьте, первое что, станьте, припаясь в средство ваше истинное. Вот начинается, какая должна быть одежда у воина. Сегодня, говорят, уже сделали такие бронежилеты. Испытывает. Бронежилет очень тонкий. Не так, что сейчас толстый, там он наденется, видно, что... А это он совсем тоненький, обыкновенная нательная рубашка. Но сделана она из такой, как вот паутина. Паук. Это такое вещество разработали, что из такой паутины она сделана, что его пуля не может пробить. Он обыкновенный человек оделся и говорит, представьте, какая броня на нем надевается. Делали в войну танки, там, где пробиваемая часть, там делали толстую броню, там, доходила до нескольких сантиметров, там, броня, чтобы не пробили, снаряд не мог пробить. Но придумывали снаряды другие, которые снаряд такой, что он только касается, и он просто как... Прожигает. 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 Насквозь прожигает и во внутрь все взрывается тогда. Какие придумывали, что никакая броня не может уже удержать. А сегодня придумывают уже другое оружие, уже испытывают, показывали в России. Вертолет летит, против него пускают ракету, но он знает, что обстрелит. И он в это время там включает какой-то прибор, и ракета не может до какой-то расстояния до вертолета, она обходит его. И со всех сторон там пускают ракету, а ракеты не могут коснуться. Она просто это как бы заграждает его, какая-то как пеленой обволакивает его. Ну там что там, лазерное там или что такое. Ради электронного борьба называется. Ну да. Система РЭБа. Да. И вот таким, что снаряд не может даже это его проникнуть. Это уже испытанное уже есть. Итак, станьте, припоясывая средства своей истиной, и облегшись в броню праведности. Значит, подпоясываться чем нужно? Истиной, и облегся, одеться в броню праведности. Помните, если когда читаем Гетский Завет, то видим, что израильский народ победить не могли даже многочисленные народы. Чем его победить? Так, говорит, невозможно народ. Надо, говорит, его в грех вести. То есть в броню праведности снять с него. И тогда, говорит, можно победить. Так и любую душу. Дьявол тогда побежает, когда мы, то есть, раздетые. Живем беспечно. Вот. Как будто бы вещи на земле. Вот слышали, что сегодня Иоанн Златоуст и говорил? Ты, говорит, скажи, что человек это просто прах и пепел. Вчера, говорит, он был могучен. Перед ним трепетал. Не только страна там какая, а мир перед ним трепетал. И вдруг сегодня нет его. Все. Ты скажи, что ты прах и пепел, говорит. Нет ничего там больше. Далее. В деле войны первое – уметь хорошо стоять. Поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния. Требуя, чтобы оно было правильное, приличное воинам, прямое. Итак, встаньте. Просто встаньте. Требуя, чтобы оно было правильно, прилично, воинам, прямое. Ибо надлежащим образом стоящий стоит, стоит прямо, не наклоняясь к чему-либо, как и тот, кто не стоит, не есть прямой. Например, человек любострастный, среболюбивый и живущий роскошно, не стоит прямо, а наклоняется к чему-нибудь. После же стояния припоясывает воина. Конечно, в духовном смысле. И того, который расплывается и находится в расслаблении от пожеланий, скрепляет, стягивая посредством пояса. То есть пояс – это не просто так, как бы какой-то символ. Это везде. Даже в народе есть, говорят, что без пояса. Там человек ведет себя неподобно. О, распоясался, говорит, хулиган. То есть все, что обыкновенное, доброе, это как бы должен вести себя. Он как бы отбрасывает себя и как ведет себя, то он, говорит, распоясался. То есть подпоясанный должен был всегда, не только веревочкой подпоясанной, а чем, говорит, припоясав чресло ваше, чем? Ты не решай, слушай. Подпояса истинной. Шреслами же называют душевное мужество и все выносящую силу, как дно у кораблей, так и шресла у животных, составляет как бы некоторое основание. Поэтому и мы не от утомления часто отдыхаем, положив руки на шресла. Таково же положение и в духовных шреслу, которое апостол повелевает предпоясывать истиной, заключающейся как в учении, так и в жизни. Ибо никто из еретиков не припоясывается истиной, но они вращаются внизу, около земли, не имея возможности постигнуть ничего возвышенного. Но человеческими помыслами, вращающимися долу, исследуют божественное. Кроме того, будучи не тверды и в жизни, и подчиняясь обольщениям мира, они не только не припоясываются истиной, но упав низко, даже жаждут лжи. Но мы не таковы должны быть, а во всем следовать истине. Будет ли это учение, должны в нем искать истину, будет ли жизнь, точно так же. Мы должны быть нелицемерными, чуждыми коварства, не допускать лжи друг к другу. Если мы таким образом будем припоясаны, то будем в состоянии стремиться к цели. Припоясанием же этим он дает знать, что нам всегда должно быть вооруженными, как и Давид говорит, как пояс, которым всегда опоясывается 108 Псалом. Ибо в непрестанной войне мы находимся, Григорий же Богослов, под чреслами у нас, разумеет, желательную способность. Ибо в чреслах внутренности, которые в Писании символ пожелания, а под истиной способность созерцательную. Поэтому утверждает, что Павел здесь увещевает всякое желание наше припоясать созерцанием и размышлением о Боге. То есть, что-то мне хочется это сделать, а подожди, а как об этом, что говорит Слово Божие? Что об этом говорит церковь? Не торопись это сделать, рассуди. И как бы ни было великое это желание что-то совершить, а если это расходится со Словом Божиим, с заповедями Божиими, то тут же, говорит, затяни пояс еще. Не должно этого быть. Ибо созерцающий Бога и находящий радость в нем, как поистине возлюбленном, не допустит, чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов. Правда здесь называют вообще добродетельную жизнь. Как бы говоря, облачил свою грудь праведными делами, ибо как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облегся в нее. Припоявьте чресло вашей истины и облегитесь в броню праведности. То есть человек тот, который живет по истине Божией, по Слову Божию. Дьявол только рыкать может на него, как рыкающий лев. Только рыкать может издали, а приступить он не сможет. Мы это видим из многих примеров, из жития святых видим. Вот недавно говорили, помните, и Устина, и Киприан, совершенно мучий Киприан и Устина. Сколько уже? Самые лучшие, говорит, князи бесовские посылали, чтобы соблазнить ее, но ничего не могли сделать. Почему, говорит? Спрашивают, почему? Потому что она, говорит, оградила себя со всех сторон именем Иисуса. А эта ограда непреодолимая для дьявола. Значит, запомните, припоясились истиной, и облеклись, и оделися в броню праведности. Дальше. И обувь ноги. Теперь, какие должны быть на ногах обувь, чтобы идти хорошо, быстро, чтобы не мешали. Нигде ногу не терло там ничего. Если солдат натерет ногу, это не солдат, нужно будет бежать. А как он бежать, когда до крови ногу протер? Сапоги, когда маленькие, ноги жмёт. Куда ты побежишь? Никуда. Ноги будут, пальцы сжимать. Или большие сапоги на два размера будут. Они будут болтать себе на ноге. Тоже никуда ты не угодно. Обувь ноги в готовность благовесствовать мир. То есть, не просто я знаю, а благовесствовать. И другим говорить. Все время коротко. Господь уже стоит у двери и стучит. И кто отворит, к тому он войдёт и вечери с ним сотворит. Хорошо предлагает нам и латы. Этим он говорит или тот, что должно быть готовыми к благовесствованию и проповеди. Ибо прекрасны, говорит, ноги возвещающие во мир. Исаия 53 глава. Или это должно нам быть готовыми к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги символ жизни. Посему и говорит, поступайте осторожно. Эфессиана 5 глава 15 стих. Готовны же благовесствовать добрые дела, которым и Господь внемлет. Господи, ты слышишь желания смиренных? Псалом 9. Хорошо так же сказал мир. Так, как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей. Ибо о мире благовестия. И что, сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть. Победа совершена. Посему не будем страшиться. Это было 15 стих, 16 стих. А паче всего, то есть более всего, более важнее, возьмите щит веры. Которым возможно угостить все раскаленные стрелы лукавого. Видели, когда я делал кино? Как раньше были же. Не было еще оружия-то не было. Копья были, там стрелы и щиты. Делали крепкие щиты, показывают как. Допустим, делали даже так. Наступает, допустим, а там вдруг... Те там отражают или что-то там камни бросают. Вдруг, мгновенно, весь отряд ложился и щиты на себе держал. И падали там камни или что-то. Об щиты там ударялись, отскакивали и оставались живые. Не побили. То есть, если крепкие щиты, то можно и отразить так. Сейчас в этой войне-то так и нет, но сейчас другие щиты придумают все равно. Видите, щиты? Словами же падчи всего указывают на упомянутую высшую истину и правду и упование Евангелия. И во все это нуждается вере. Но верой называют здесь не познание истинного богопочитания, а веру чуждую сомнений, которая заставляет верить в будущее, как и настоящее, которая совершает знамение настолько пламенно и горячо, что и горы переставляет. Итак, как щит прикрывает все тело, ограждая и защищая его подобной стене, так и вера, без сомнений, ограда всей души. Такая вера, а не мудрование, есть щит. Щит покрывает и не только мешает. Стрела лукавого, то есть постыдное пожелание, помыслы, неверие. Как, например, будет ли воскресенье, будет ли суд и искушение, раскаленное же, не только потому, что похоти разжигает и воспламеняет по стыдным делам, но и потому, что здесь мы и совестью как бы сжигаемся. К тому же и дьявол поджигает нас и через помыслы, неверие и через искушение. Вера не угошает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает ли тебя похоть, ты, веруя в будущее, благо и радость, погасишь ее. Полит ли тебя искушение, веруя в будущее, ты найдешь утешение. По размысли, каким огнем палим был Авраам, когда приносил жертву своего сына, но вера погасила этот пламень. Представьте, как Авраам приносил сына идет, единственный сын у него, который был рожден и по готованию, и вдруг принеси его в жертву. Но вера, он знал, что Бог сказал, что тебя пройдет народ многочисленный, как песок морской. Значит, что здесь уже? Облеклись мы чем? Истина и благочестие. Так. Припоясались ей истину, облеклись и лисилися в праведность, обули ноги в готовность благовестствовать мир, и третье – щит веры. Взяли в руки щит веры, и далее. Вооружились. Вооружились Словом Божьим. Да, еще и все. И шлем спасения возьмите. То есть, прикрывать голову. Каску наденьте. Такая, как надевают каску, что даже пуля ее могут не пробить. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который Слово Божие. Вот теперь уже полностью вооружены. Все, и каску надели, и теперь уже и в руках есть меч, чем бороться против него. То есть, спасающий и оберегающий. Ибо если мы будем иметь веру, спасающую и охраняющую нас, то скоро получим и спасительные помыслы, охраняющие нашу главу или руководительный ум. Выше сказано, Павел нас вооружил, чтобы не причинили, не причиняли нам вреда враги, а теперь дает и оружие, которым мы сами можем причинить сильный вред врагам. Итак, мечом духа называют иносказательно или самого духа, или духовную жизнь, которой сокрушается глава дракона. Духовный же сей меч есть Слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исповедовать его заповеди, то будем умерщвлять змея лукавого, как говорит Исайя, 27 глава. Или же Слово Божие есть выражение во имя Иисуса Христа, встань и ходи, деяние, 3 глава, и тому подобное. Или же мечом духа называют просто мудрость духовную, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, послание к евреям, 4 глава. Имеющий дар всего духовного меча и глаголища божественное неодолим, каков был сам Павел. И комментарии. Здесь мелко я это. Плохо даже вижу у меня. Ну, значит, комментарии. Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? Никто не слышал того, что ее называли Святой Русью, когда был у нее православный царь. Почему же Бог попустил, чтобы исчезла и то и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч Смутьянов, Бутовщиков оказался сильнее Святой Руси и православного царя? Читающие ветки завет знают, что когда цари и народ уклонялись от служения Иегове, закрывали уши свои от слышания слов Господних, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гневе. Если они не покаятся, они возвращаются к Господу Саваофу. История крушения Российской империи, когда Бог вымел дочество весь дом Романовых, как дом царей израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой, а царский дом только носил название православного. Последний царь из дома Романовых, Николай II, говорил, что он солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общения с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом, тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым, и это меч Слово Божие? Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, и имеющий дар всего духовного меча, и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Скоро исполнится сто лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу, нигде, ни здесь, ни за границей, исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма. Указывают на женомасонных, говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию, не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал, кроме сектантов, которые царское правительство и Синод жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка. Уроки из прежнего извлечены не были. Евангелие не на первом месте и даже вовсе ни на каком. Ибо Слово Божие живо и действенно, и остея всякого меча, и имеющий дар всего духовного меча, и глаголющий божественное неодолим, каков был сам Павел. Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как Бога отступников и идолопоклонников в Израиле. Ну вот, это вот сегодняшнее апостольское чтение. Какого стиха там было, Игорь? Ты читал, не знаешь? 6, 10, 17, наверное, нет? 17, ага, ну все. Ну и здесь еще 18 стих можно прочитать. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Воржусь их, наконец, ведет к царю, чтобы умолять его, он прострет, да прострет он руку. Ибо сказав, вы можете угасить, чтобы не возгордились, говорит, вы имеете надежду в Боге и можете завершить все дело вместе с упомянутой молитвой. Молитесь не просто, но всякою молитвою и прошением с плачем, биением в грудь, коленопреклонением и тому подобными действиями. И не в установленном только часы, но во всякое время и духом, то есть духовного прося, а не мирского. Но говоря всякой молитвой молитесь, намекает, что можно и совершать молитву, не молиться, когда кто пустословит. Ибо о всеночных бдениях здесь говорит, или о всеночных бдениях здесь говорит, или о бодрствовании души, то и другое можно понимать. Ибо вооруженному и стоящему при царем должно быть бодрствующим, подобно хананиянке, вдовице Иоанне. Ибо таково действительно молитва, соединенная с терпением. Вот так вот. Молитесь во всякое время. Всякую молитву и прощением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть о всех святых, это говорит не тех, которым мы молим святой, а верующих. Он называется святыми здесь верующих. Вот там, членов общины своей. Святые, которые достигли блаженства, а тех молиться не надо, уже им молимся. А здесь имеют в виду святые, то есть те, которые еще не церкви. Какие есть вопросы, комментарии? У меня вопрос есть. Читают сколько раз в третий час, шестнадцатый Псалом. Возникает вопрос в пятнадцатом стихе, где Давид говорит, что я в праведности, в истине буду просыпаться, насыщаться образом твоим. Имеющий в виду, чем просыпаться и будет смотреть на икону. Вопрос об образе. Что он знал об образе? Образ Христа – это имеется духовное, не то, что мы имеем образ Христа. Сейчас православные понимают, что образ – это только икона. Как зашел один, что-то побили или не было здесь прямо, а у вас и помолиться-то некуда. Зашел в храм, в дом зашел, надо поклон сделать, а он посмотрел, перед ним нет иконы, и помолиться некуда. Образ должен быть у тебя в сердце всегда. Ты должен представить, кто такой. Засыпаешь, осенились окрестным знаменем. Врусит твой Господь, предай Дух мой, ты же меня благословит, Твоим помилуй, и живот вечно дары меня. Я думаю, Давид имел в виду, он же много в Салмах пишет о внешней природе, то есть Бог вокруг нас, это же его все создание. Буду насыщаться образом твоим кругом, он же там пишет про природу прям сильно много. Ясно, что это не об иконе говорит, икон еще не было тогда. Да, до этого там написано, а я в правде буду взирать на лицо твое, подцепаться, буду насыщаться образом. А для этого о чем мы можем узнать? Он знал хорошо Священное Писание из этого. Даже мы в этой жизни и то, допустим, можем как-то составить образ о человеке, не в виде его, но по письмам его, какие писал он письма, допустим, можно представить. Интересно, я вчера что-то случайно там взял и нашел переплетенные письма, письма 60-х, 70-х годов, все там, значит, пишет там разное. Мать твоя, там пишет Игнатию, значит, где-то во Фрунзе были или нигде, как отдыхали, там это пишет, что... И я так, некоторые другие письма, и вот по этим письмам даже можно представить, что это за человек. Понимаете, как образ? Так и... Вот он даже читал, знал Священное Писание, это... Почему он говорит, слово твое есть светильник на гемои. Значит, он, Давид, руководствовался Словом Божиим в жизни. Вот это образ Божий в этом, а не то, что это уже после стали мы. Все эти образы, даны сегодня иконы, это нам сказать так, как больным ногами кастелин даны. Для поддержки нам. Вот. Только для этого. Чтоб мы смотрели, как говорится, и ум наш не рассекался, но мало когда на это идёт. Даже притчи, православные притчи составляют там и... Помните, там притча одна такая была, что... Батюшка пришёл и... Служба в храме такая, и он, батюшка-то так молится, Господи! Неужели ты нас совсем оставил? Вот смотри, сколько народу, и люди идут, и молятся же, вот сегодня полон храм народу. И видишь, все молятся, а опять завтра придут, опять со своими же бедами, опять со своими грехами. Ты, Господи, наверное, нас не слышишь совсем. И вдруг смотрит, а батюшка как бы не задремал, но как бы в этот... Впал в такой... И его ангел берёт и повёл его по храму. Ведёт его по храму. Смотри, стоит мужчина, такой, хорошо одетый, значит, галстук, и крестится хорошо, молится. Он, ангел, когда плеча его докасается, так батюшка слышит, о чём он молится, этот человек. Ну и он докоснулся, и этот человек говорит, да, завтра идти в налоговую инспекцию опять, там, значит, это, если тому дать столько-то, это мало, больше надо, и тому надо дать столько-то там это, в лапу-то это, взятку дать-то опять это. Ох, Господи, не знаю, что и делать прямо. Ага. Дальше пошёл до другого. Доходит молодой человек, стоит парень молодой, хорошо молится, так это всё. Он-то коснулся до плеча его, а он, да, вон слева стоит молодая, так приятная она, девушка-то это. Ага. Видать, на правой руке кольца нету, наверное, не замужем. Как бы после службы-то подойти с ней, познакомиться бы это. Вот, хорошо. Идёт дальше, ну и у кого не коснётся, и все, в храме-то стоит, а думает-то о чём человек. И вдруг он слышит, где-то в конце храма молитва, настоящая молитва идёт. И ангел его ведёт, и он смотрит, перед иконой Божьей Матери стоит девочка на коленях, лет шести-семи. И молится, плачет со слезами. Матерь Божия, да умоли Господа Иисуса Христа, чтобы Он помог. Папка наш, ну пьёт сильно, и мамку даже пьёт. А он хороший такой у нас папка, хороший-хороший. А вот пьёт, вчера мамку побил, опять это. Вот, а он хороший такой. И только из-за всего храма услышал одну молитву, в которой есть одна молитва. Настоящая молитва. Понимаешь? Вот так, вот эта молитва образ. Образы храни. Имей веру, говорит, в горчичное зерно. Да мы здесь что, даже не говоришь о этом, батюшка другой раз что там занялся. Понимаю, когда там стройка что-то, во время-то службы, надо что-то это, ну так, мне завтра это купили, сколько мне надо кубометров, так, мне надо такая ширина. Слушай, там молчали что-то, на клирах что-то молчат. А там об уборке думают. Ну да, надо мне что-то говорить, а я-то думаю о стройке, мне как что-то строить надо. Там это, о господи, да прости ты меня, грешно, что-то такое. На чем остановились-то? А, а, а вот это, ну да, да. Сушильку купить. Да. Понимаете как? А вот в это время он подходит и потихоньку навевает, а кому что подсунуть? Подсунит это что? Отвлечь от молитвы. Потому что молитва это связь с Богом. У нас, видите, связь с Богом. Когда мы читаем Священное Писание, то Бог нам говорит, а мы слушаем это. И не только должны быть слушателем, но и исполнителем. А когда мы молимся, то Бог нас слушает. А если мы только стоим, только одна наша вертка, куртка на молитве, одежда. А нас самих нету, мы далеко где-то там поездим, покупаем что-то, торгуемся в это время. А молитвы-то и нет ничего. Ну перекрестимся, поклонимся. Но смотрим на другого, что-то там где-то, как другой, что ведет себя в храме. Об этом не надо ничего смотреть-то, как другой ведет. Ты смотри вперед. Для того ты нам даны изображения, образа, чтобы мы смотрели. У нас был такой случай, скажем, в Ишиме был такой, юродивый, блаженный гена. Он больной, но другой такой скажет, что там задумаешься. Он ходил зимой или летом, всегда ходил платком подвязанный и рваный-рваный халат на нем. Мороз 30 градусов, он в этом халате так и ходит. Там заплата сзади, аж тело, видать, голое. Рукавицы, всегда в рукавицах, летом и зимой в рукавицах ходил. Ну вот, а владыка Максим, который меня родил, он как-то его, значит, почитал. Он рисовал, очень хорошо рисовал, писал такой вязью. Его просили когда что-нибудь написать, там, грамоту какую-то или что-то. Он напишет, красиво разрисует все это, по старинке так это сделает, он все это любил. У него был на это талант. У этого Геннадия? Да, да, у Геннадия этого. Он был, заканчивал что-то военное училище, что ли, а потом, значит, его что-то, и вот он так это. Жил он один. Ну и вот поехали в Тобольск. А в это время приехала из епархии, из патриархии, женщина там одна, в нашу епархию это. Ну и ее, владыка тоже взяли там, наверное, Тобольска, там народу много, в этот день бывает. Там очень святители Иоанны в Тобольске. Я там три года был настоятелем. Ну и вот, а он всегда встанет впереди Гена и молится так, молится, кланяется, низко кланяется. А как покланяется, у него как-то этот, у него еще и на штанине здесь тоже заплатка была, и она оторвалась. Он как поклонится так-то, поднимется, и у него голое место видать, тело видать. Ну он молится, а это с патриархией, которая, она сзади, он впереди. Вот она, значит, это... Ой! Она возмутилась. Что это стоит и вот-вот сверкает там. Человек-то. Он услыхал это. Оборачивается и громко на весь храм. Так. Вот. Неразумно. Вот перед ней ангелы. Святые. Вот сколько святых. Ну, смотри, молись. Так нет, она на мою задницу смотрит. Вот так вот. Для чего в храме сидят? Смотри на святые. Отличка какая? Ну, посмотри, посмотри. Священномученик Анфим перед нами. Вспомни его житие. Какое оно было. Для того нам образцы даданы, не то, что это, просто на них, только для украшения. А для того, что нас на духовное что-то, зная нашу такую, ну, немощь, слабость эту, чтобы нас к духовному они приводили. К созерцанию. Для этого больше даданы образцы. А если она ничего не дадает, то это просто для украшения. Наверное. Вот так вот. Что? Что еще? Вчера читали Евангелие. Когда они по гробу пришли, и он заглянул, не увидел, и пошел сам в себе. Девясь в себе происшедшим. Так. Апостол. Да, да. Так. Девясь. Сам в себе. Мысленно. Он понимает, что ученики ходили с Господом. Он им говорил об этом. И в писаниях же есть, что о воскресении закрыто было. Они не то, что не верили, они как-то этого как бы и не знали вроде бы. Потом у них, когда уже он открылся, я бы, да как же так? Вы во усы шли. Он же нам говорил. Да. И как же мы это не поняли? Вот часто так бывает. Как же так? Когда уже потеряем что-то или что-то впадем, тогда, да как же так? Так мне же вот тот-то говорил, что нельзя. Почему я тогда-то не принял это? Не поверил-то этому? Так они. Почему? Уже одни говорят. Вторые. Да как? Неужели не знали? Это из писаний, и псалмов. И отовсюду. Ну и не знали, по всей видимости. Потому что когда он воскрес, он потом говорит, я открыл им ум к разумению писания. Отверстие. 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 То есть было закрыто. Было закрыто просто. Когда они шли в Имаус, и Господь пристал. Удивляясь сам себе. Это как? Удивляясь. Ну сам с собой рассуждался. Рассуждался. Ну как это? Было и нет. Мы положили, а сейчас пришли, нету. Нету. Замотали в пелены. Куда он девался? А духовного-то не было, видать, зрения-то еще. Так он же говорил, что воскрес, наверное. Сам себе. Одно свидетельство, второе, третье, и все еще сомневается. Да нет, не может быть. И когда Господь уже сам явился им. И показывает планы на руках. Упрекал за неверие. За неверие упрекал, что не поверили. Видишь, что не поверили. А так и у нас будет. Что-то делаем, а не так это. Было, а почему не верили, что это должно так быть? Нет. И тогда будет нам упрек за наше неверие. Почему вы не поверили этому? А у нас больше так. Что-то человеческое где-то сказали, это запоминается. То есть, предание каких-то старцев там и больше. Это более принимается. А слава Божия, это нет. Вот он говорил, считали комментарии. Правильно. Сегодня, посмотрите, зайдешь в храмы, большие храмы такие сделали. А посмотри, кто в храмы-то приходит. И в храмах-то редко-редко, когда услышат, чтобы была проповедь сказана, или какое-то прочитано по учению. Служба закончилась, и все. Но люди все знают, где подать просфорку какую, где поставить свечку кому. Это все знают. А что Слова Божия, этого нет. Да никогда этого нет. Нигде нет этого. Редко-редко в каком храме есть такое. В Москве я один храм знал. Это у Кирилла Сахарова. Когда они после богослужения собираются, они в трапезной большая. Трапезная примерно раза в два длиннее вот этой комнаты. Столы так, стол стоит. И все там садятся. Трапезная. И вот там они ведут духовные беседы. Другование разбирают. И все. Они в общем. А так нет, закончилась служба. И все. Вот я был в храме там. Было сушено. Закончилось все. До свидания ангел-охранители. Всем и все. А там еще потом. Акафис. Водосвятие там идет. Все где набрали. И все на этом. Проповедь никакой нет. Если бывает проповедь, ну перескажет жития святого. Или какая была притча, то перескажет батюшка. Вот и все. Больше нет ничего. Правильно. Духовное состояние сегодня людей намного ниже, чем было до 90-го года. Когда не было ни священного писания, ничего не было. Тех, кто храм посещали, духовное состояние было намного выше, чем сегодня, которые сегодня посещают храмы. Вот так вот. Потому что там были некоторые такие ограничения. Допустим, повенчаться или покреститься. Люди шли, которые имели какую-то веру. А сегодня просто без веры можешь это все сделать. Абсолютно без веры человек. Заплати, и тебя и повенчает, и покрестит, и все сделает. Хотя ввели сегодня как бы оглашение. Но оглашение это раз-два пройдет там по несколько минут только и всего. Такого оглашения никогда не было в православной церкви. В христианстве никогда. Оглашение идет годами. А как говорит апостол Павел там это? Ну, апостол Павел Христос встретил его на пути. Это избранный сосуд. А разбойник на кресте обратился. Обратился не просто он обратился, а он исповедовал Христа Богом перед всем миром, перед народом. Признал себя, что да, мы-то за дела наши здесь, а он-то за что? Ну, все берут в пример разбойника. То есть можно прожить жизнь вроде разбойничьей, а потом перед смертью там и покаяться. А я еще слышал такое мнение по этому разбойнику, что такое, что Господь увидел в нем такое желание перемениться и стать другим. То есть если бы он сошел сейчас с креста, то он бы стал настоящим христианином и наследовал бы Царство Небесное своей жизнью. То есть Господь все это в нем разом увидел, и поэтому ему не было необходимости сходить с креста, и поэтому Господь бы сказал, ныне будешь со мной врагом. Говорят еще, что этот разбойник был один из тех, когда Иосиф с младенцем Иисусом бежал в Египет, то их дорогой остановили разбойники, чтобы ограбить. И этот разбойник, когда открыл гординку-то с младенцем, и вдруг его как бы свет такой озарил, и он сразу ступил, все, отпустите, и говорит, пускай идут, ничего у них не взяли, и он как бы теперь в разбойнике узнал, в Иисусе узнал того младенца, когда он прошло там 30 лет с пищем назад. Ну это такое, иносказание. Предание. Предание такое, да. Таких преданий много. Если то, то есть ему минимум лет 50 должно быть. Ну да. Предание много. Есть специальная книга выпускает «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Кто узнал о ее жизни? Где? Нигде. Во всем священном писании ничего в земной жизни Богородицы нет. Нигде. Только что стояла у креста, и там вот она. Когда в Кане Галилейска там просила, все, больше ничего нет. А там все там написано, как она жила там, это Адила, что она, о чем она думала, что говорила. Вот. Все. Ну это такое художественное, скажем такое, произведение. «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». «Благочестивые выдумки». Да, «Благочестивые выдумки». Можем так сказать. Вот так. Так, следующее у нас. Следующее воскресенье буду в Барнауле, 17-го. Потом 24-го здесь и 30-го буду в Барнауле. Вот как в 31-го мне домой попасть? А никак поезда нет, да? Поезда нет. Ну если вот так вот будет, то может, что на трассу приедете. Если снега не будет. А если будет, то только придется первого. Там гостить еще. Или погостить один день. Когда пьете, то вы на елку сходите. Всяко бывает. А? Всяко бывает. Ну это не хотелось. Исходить из обстановки, батюшка. Целые сутки, два дня считай, там мне будет. Батюшка, ну до урывок добирайтесь. А как я до урывок? Ну лыжи. Нет, там до урывок идет какой-то автобус. В машине кого-то? Нет, каждый день ходит до станции Корчино, Завьяловский. Он заходит, до вокзала доезжает. А какое он время идет? Он где-то приходит 7 часов. Вечером он. 7 вечера он приходит. Ох, да боже. Ну там по графику посмотреть, они там один или два ходят как-то. Ну они не каждый Завьяловский заходит там на Корчино. Который идет через это село Корчино, то есть через железку переезжает, то он обязательно на станцию Корчино заходит. Ну еще этот, а другой наверное идет прямо там не заходит. Нет, они все заходят. Ну там можно узнать же это, на вокзал сходить. Ладно. Нет, там есть через Романова, там другой есть. А это через Гонахова, он заходит всегда. А, Гонахова. Как делать каждение? Схему рисовал. Ого. Куда заходить, что вначале что ходить? Это когда учился еще, где эконом? Окей, давайте запланируем собрание деревенское, отчетное. Отчитываться надо кому-то, но не терпится отчитаться. Прям как плавное вступление на Москву. Билет вступление на апостриках. Это вот такое было, да. Вот этим бумажкам, ну 40 лет. Их заламинировать, и по тонкому. На память. Пятое, что священник Кадит присел, отдает диакону Кадила и дискос. Это уже в конце службы. Кадит через царские врата народ, и отходит к жертвеннику, ставит дискос, и встречает священника, каждый день ведущего с дарами, с чашей. Диакон отдает Кадила священнику, священник Кадит дары, Кадят друг друга, кланяются даром и отходят на свои места. Не было книг, наверное. Не было тогда, не было. Это с лекции, да, записано было? Наверное, ходишь. На лекциях это все? Нет, на лекциях или как? Нет, нет. Там все веру, добро-бро-бро. Я службу не знал. Когда встал готовиться, службу-то не знал. Ну, в храм ходишь и знаешь, что как уже пропоют верую. Там уже скоро отче наш будет, и уже пора рукавицы из карманов вытаскивать, уже скоро домой идти. Отче наш пропели, а там уже все, конец службы. Только все знали. Я стал так, как я уже потихоньку сделал, у меня книжечка такая была, сам маленькая сделала. Я стою возле дверей, возле храма, и все. Так священник вышел, повернулся, я записываю. Там цифра 1, 2, диакон вышел, то-то, то-то сделал, священник это, то-то, то-то. И все, 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 я конспектировал по этому. Хор поет то-то, первые слова, все, хор поет. Господи, во два, хор поет. Вот так, хор поет. Зател. Тихо, тихо. Ну и что? Принимай, угощай, что? Без этого, что они, не брали. Вот так, значит, в этом году 14 января будет 40 лет. Служение. Да, 40 лет. Спасные праздники. 40 лет, я как с отцом Иоанном, мы подружились, будет в этом году 40 лет. И осенью, в октябре месяце, будет 50 лет, как я несу крест супружества. 50 лет будет. 50 лет. Какая свадьба. 50 лет, это в октябре будет. Вот сколько юбилеев, в этом год. Вот так вот. Слава Богу за все. Насчет собрания ничего не решили? Вы когда будете говорить? 24-го. Может быть, 24-го и запланируете? 24-го давайте, нам что-то в любое время можем. Ну, по сути, да, просто заранее. Ну, да, все было. Так, все там, рыбу-то надо пробовать половить бы как-то. А лед, наверное, тонкий, да? Да, лед примерно где-то 25-30 сантиметров. Ого! Уже 25-30. Ну, морозок. Я вчера прорубал, не вчера, а позавчера. Воду я в бане набираю для головы все мыть. И вот такой лед уже я бедорубом долго рубил. Я эту... Оттуда с прудоносить? Закрыл досками, там шкуру принес там это. Думаю, что может не так запланировать. А? С прудоносить? Ну, да. Ну, я два ведра всего переношу, особенно это, это, это. Потому что, когда из колодца помоешь, то это волосы жесткие. А когда этой водой, то волосы мягкие. Хорошо расчесываются. Ну, да, вода, наверное, тоже мягкая, да? Ну, да. А может, с этого колодца? Здесь снега долго это таскать, там, это я просто сходил, принес и все. А с колодца, у нас в колодце вода твердая. А у которого в пруду, это мягкая она вода, хорошая. Может, с этого колодца, где вот, рядом с... Там пьешь другая вода. Да, вот эта вода очень вкусная, мягкая. Благодаря Богу. Свою Богородицу Тебе величай. Слава Тебе, Христе Боже, и нас для Твоей милости, Господи, ищедроты к нам. Слава Тебе, Господи, Отцу, Сыну и Пресвятому, и в Памине, в Памине, в Памине, в Памине, в Памине, в Памине, в Памине.